Обращаюсь к своей группе. У нас в группе были представители Муинского, Мадыжского, Арского, Муниципальных районов, Министерства юстиции, Министерства экономики, Инвестиционного ведущего фонда и частные управляющие компании, Индустриальный парк развития. По результатам, по всем семи вопросам мы прошли. Я сейчас коротко стараюсь доложить о тех предложениях, которые были сформированы в нашей рабочей группе. Что касается налоговых льгот, то, во-первых, по налогу на имущество предложение освобождать только то имущество, которое находится непосредственно в особой промышленной зоне, поскольку у юридических лиц резидентов могут быть имущества в других местах. Срок льгот предложения минимальный установить 10 лет, при этом на период строительства резидентов освободить от уплаты всех налогов, то есть установить нулевые ставки на период строительства. Это программа «Миниум». Тоже было предложение рассмотреть возможности льготирования по республиканской части налога на прибыль, с учетом тех предложений, которые Сергей Владимирович уже сказал. Следующий момент – это приоритет по категориям территории. Здесь важный тоже момент, поскольку не все территории находятся в одинаковых исходных условиях, и, конечно, создание промышленных парков, промышленных зон, это является и таким методом регулирования интенсивности развития технических территорий, то важно учитывать, что если мы установим везде одинаковые льготы, то тогда, наверное, выровнять этот дисбаланс, который сегодня сложился, будет тяжело. И здесь коллеги многое, особенно из муниципальных районов, поднимали вопрос о том, что в городах с высокой инвестиционной активностью, с высокой деловой активностью, конечно, успешные индустриальные партии созданы, но это заслуга не только управляющих компаний. То есть понятно, что на растущем рынке гораздо проще добиваться успеха. Поэтому, если мы хотим эти потоки каким-то образом перераспределить, то надо создать такие условия, настолько выгодные в этих муниципальных образованиях, чтобы инвесторы развернули свой интерес от традиционных своих точек приложения Казань, Набережная, Челны, Нижнекарская, Метик, ну и далее, по убыванию крупности городов, в сторону муниципальных районов. Следующий посыл по налогу на имущество вообще было предложение его обнулить. То есть не просто снизить ставку, поставить нулевую. Одна из проблем – это конкуренция с территориями, опережающими социально-экономическим развития, особо экономическими зонами. И здесь, несомненно, инвестор принимает решение, глядя на все предложение, которое есть. И сегодня в этой конкуренции с точки зрения налоговых ньгот явно наше муниципальное образование не проигрывает. Поэтому, наверное, и возникла идея по особым промышленным зонам. Но особое внимание главы районов и руководительсполком обратили, что те льготы, которые сегодня предложены, они все равно уступают льготируемым режимам в рамках ТОСЭРа и в рамках особо экономических зон. Но вопрос, который остался у нас открытым, это делать или не делать льготы для управляющих компаний. Причем он сподпунктся в такую фундаментальную вещь, что вообще говоря, управляющих компаний во многих созданных сегодня промышленных парках нет. И поэтому возник вопрос, кому, собственно говоря, субъектность этой льготы. Для этого надо понять, когда там эта управляющая компания будет создана, на каких правах она будет разблагать и в отношении чего. Но на самом деле вопрос открытый, да, и вот мы в ходе обсуждения пришли к выводу, что сегодня этим управляющими компаниями является и руководителем этой управляющей компании по факту является глава района, ну а, соответственно, исполком работает в качестве такой управляющей компании. Несмотря на то, что где-то, может быть, там формально это немножко по-другому организовано, но суть от этого пока не меняется. Второй вопрос. По единим финансовым мерам поддержки резидентов особо промышленных зон. Первый вопрос, это был субсидированный процент, конечно. Все равно понятно, что многие резиденты идут за финансированием, в том числе за заемным полностью заместить его государственным, наверное, там будет невозможно и интенсообразно, поэтому задача сделать это финансирование дешевым, а во многих случаях, вообще говоря, надо сделать его бесплатным. То есть возвратность этих средств предусматривать, но субсидировать вплоть до нулевой ставки. Только так можно будет создать уникальные и привлекательные условия, почему люди должны прийти в эти сельские муниципальные районы со своими инвестициями. Второе. Это использование средств государственного жилищного фонда или иных источников на развитие МСП. Ну и здесь вот пример приводился, и мы обсуждали это с руководителями. Был глобальный вызов, да, ветхое жилье. Ну и было принято решение, что вся республика направляет финансовые ресурсы в размере 1% от выручки на решение вот этой проблемы. Ну и, соответственно, был результат. Соответственно, потом по аварийному жилью, ну и так далее. В этом смысле это вопрос, наверное, приоритетов. Если приоритетная задача такая, коль мы в значительной мере выполнили те задачи, которые стояли перед, вот, там, по жилищному фонду, ну, наверное, полностью этот вопрос никогда решить невозможно, ну, в значительной мере вопрос решен. То есть здесь вот приоритизация этих мер могла бы, ну, действительно, серьезно продвинуть эту тему, но, конечно, речь должна идти о, там, не десятках или сотнях миллионов рублей, это миллиарды и десятки миллиардов рублей. Тогда можно кардинально, там, поменять вот эту картину. Идея, наверное, такая очень революционная, там, сложная, но, тем не менее, вот она была предложена в нашей группе, я поэтому ее озвучил. Следующий вопрос. Это фонд развития регионов по МСП. То есть здесь тоже логика следующая, глобальный экономический вызов и огромное количество золотовалютных резервов, которые есть в Российской Федерации, которые на сегодняшний день на экономику страны работают очень слабо. Да, и мы понимаем, там, в золото, ну, мы видим отчеты Центробанка, насколько успешно там растут золотовалютные резервы, вот, цена золота в этом году выросла, значит, очень удачно, вероятно, там, вложилась в золото, но с точки зрения, например, решения наших проблем, это, в общем, никакого эффекта пока не дало. Да, поэтому если на федеральном уровне такой фонд развития регионов, вот именно нацеленный на МСП, будет создан, и он мог бы работать по принципу революционного фонда, то есть, конечно, деньги должны быть возвратными, несомненно, с точки зрения платности там большой вопрос, да, но это позволило бы проект за проектом финансировать и действительно сдвинуть с мертвой точки это направление, потому что вопросы финансирования для проектов, они являются очень, ну, такими критичными, и многие не реализуют проекты, потому что нет доступа к финансовым ресурсам. Следующий вопрос, ну, такой более локальный, это расширение финансовых гарантий. В результате, соответственно, до 100%, но для того, чтобы гарфон мог 100% обеспечить, да, сегодня лимиты там несколько меньше установлены, это позволило бы тоже легче привлекать финансирование. Следующее предложение было, и это один из ключевых вопросов, конечно, нужны готовые здания. То есть, если готовые здания в индустриальных парках будут, то привлечение малого и среднего бизнеса будет серьезно упрощено. И здесь важный момент, к которому мы пришли, да, что вот эти готовые здания в ряде муниципальных районов, они являются историей окупаемой, да, ну, в принципе, ставки сопоставимы с крупными городами, там, с Казанией, с Нижнеканском, там, и так далее. Но надо, чтобы эти здания были. Но в ряде ли муниципалитетов эти здания, вообще говоря, не будут никогда окупаться, да. То есть, ну, настолько низкие там ставки ареноплаты, что себе стоимость строительства там на горизонте. Но именно таким образом, именно вот заходя с такого рода решениями, невыгодными, там, планово-убыточными, это позволило бы создать условия для создания рабочих мест. Потому что это не окупаемо ни для кого сегодня. Ни для государства, ни для частного бизнеса, ну, и, соответственно, для инвесторов, которые туда должны прийти, они часть маржи и прибыли, которые извлекают в составе своего основного бизнеса, вынуждены, по сути, субсидировать вот эту недвижимость, которая там убыточна. Поэтому это важный момент, готовое здание. Ну, и развитие этой темы, то, что сегодня было уже сказано, и второе качество, что реализовано, это финансирование стройки для резидентов. Конечно, очень важный момент. Надо, наверное, расширять спектр вопросов, которые в этой части могут быть реализованы. В тарифных мерах однозначную поддержку получила необходимость субсидирования разницы между фактическим тарифом и высоким напряжением. Это просто все там двумя руками за. Важный вопрос, который здесь возникает при выявлении для многих площадок, это оплата потерь. Потому что резиденты, понятно, не платят. На них расчетные счетчики стоят, по сути, по низкой стороне. Везде, где инфраструктура создана, это приводит к многомиллионным, на самом деле, затратам. Причем они растут в пропорциональном потреблении, эти затраты. И под них нужен источник. Его сегодня нету, кроме средств самих резидентов, либо средств бюджета. Значит, следующее предложение. Это включение сетей индустриальных парков в инвест-программы локальных монополий. Тоже важный момент. Во многих случаях есть в сетях диссонанс. Что-то сделали, дисбаланс какой-то образовался. По электричеству, например, много, по воде не хватает. Или по газу не хватает. Какие-то есть инфраструктурные ограничения, которые, конечно, есть и приоритетная приоритетация по малому и среднему бизнесу создания рабочих мест. Надо, чтобы этот приоритет был не только в сфере индустриальных парков, а везде сквозным, во всех инвестиционных программах, программах капвложения, он должен последовательно реализовываться. Такие источники, на наш взгляд, есть. И, несомненно, рост потребления электрической энергии, воды, канализации, тепловой энергии, газоснабжения, это все, несомненно, приведет к экономическим эффектам у локальных монополий. У них полезный отпуск вырастет, если все это будет реализовано. Поэтому источник там, наверное, можно поискать. Ну и важный момент здесь, это бесплатное технологическое присоединение. Во многих парках реализовано, но в отношении частных площадок, например, эта мера пока не везде срабатывает, значит, надо эти решения принимать, чтобы это было либо субсидировать, потому что бесплатно тоже, наверное, это как бы итоговый результат, но в итоге для резидентов не должно быть дополнительных затрат, платы за технологическое присоединение к инженерным системам. Ну и здесь тоже важные критерии по нефинансовым мерам, это вновь критерии для поддержки. Это вот возвращаясь к тому же вопросу, что, наверное, не все территории должны находиться в единых условиях. Наша группа, по крайней мере, пришла к такому выводу. Потому что более депрессивные территории должны иметь более широкий, более глубокий, более такой существенный перечень преференций для резидентов, дабы вот этот, ну имеющийся объективные недостатки какие-то там у развитой территории можно было бы скомпенсировать за счет более глубоких условий. Еще одно предложение, которое позвучало по инженерной структуре и тарифному регулированию, это программа дооснащения. То есть коллеги говорили о том, что такая программа реализовывалась, значит, как раз расширение инженерной структуры за счет средств республиканского бюджета. Ну и при реализации этих инвест-программ и программ для оснащения важно, чтобы индустриальные парки и резиденты были приоритетными при реализации, потому что все равно так или иначе борьба за ресурсы ведется, и приоритет должен быть здесь поставлен, но при этом важное тоже дополнение от глав районов было, что это не должно уменьшать лимиты для района. Потому что если выбирать между тем, что на детский сад отдать или на инвестиционный парк, то, понятно, у детей выбирать не можно. Но решение социальных вопросов наше население, это, конечно, каритет безусловный. Значит, надо добавлять плюс. По четвертому вопросу, в отношении дирекции, управляющей компанией, полномочных органов. Тут много было очень разных суждений, к единому знаменателю мы не пришли, поэтому я постараюсь то, что мы скреативили, озвучить. Значит, ну, было предложение о том, что вот единая дирекция все-таки создать по республике Тарстан, единую, да, не делать это, и у нее одна из важнейших функций – это распределение инвесторов. Потому что сегодня вот эта конкуренция, она зачастую там плохо влияет, но контраргументом было то, что, ну, это распределение всегда, как бы, справедливость всегда такая понятие относительное, да, когда что-то начинаешь делить. Поэтому здесь есть вопросы, на самом деле, но, тем не менее, предложение такое было. Второй момент, который дирекция должна заниматься, да, и тут важный очень вопрос – это провести глубокий анализ того, что, в принципе, в районах есть. В период, когда создавались промышленные площадки, такая работа, на самом деле, в республике была проведена, и Руслан Равкадович там хорошо ее знает. Значит, но надо, наверное, ее на регулярной основе проводить, понимать, какие конкретно производства, в каких районах, в каких отраслях должны развиваться, вот какую-то плановость в этот процесс внести, такое прозвучало предложение. Следующее предложение, что дирекция однозначно должна заниматься привлечением внешних по отношению к муниципальным районам инвесторов. Международных, республиканских, российских, да, но те, которые вне района. Потому что с теми, кто находится внутри района, на самом деле, очень эффективно сейчас работа организована, и большинство инвесторов, которые есть в сегодняшних инвестиционных парках, они, собственно, главами районов приведены туда, значит, на личных, по сути, там, договоренностях, и, ну, эта работа, она действительно имеет определенный эффект. А вот со всем внешним поступлением инвесторов и резидентов реально есть очень большие проблемы. И сегодня Максим Константинович тоже выступал, но с его позиции там тоже видно, что мы явно не дорабатываем продвижение этой информации. Следующий важный вопрос, да, прозвучал, что на сегодняшний день нет единого какого-то понимания, что надо производить, и опыт зарубежных стран, в частности, Китая, да, говорит о том, что инвесторы, у людей деньги есть, есть люди, которые хотели бы в бизнес войти, там, и так далее, но у них нет уверенности, что именно будет востребовано. Конечно, это вопрос ответственности самого бизнеса, несомненно, но помогать им в этом вопросе, если бы мы могли вот это тоже, ну, с таких разговоров привести в какую-то практическую плоскость, что надо производить и, главное, кому это можно продать, то это могло бы действительно стимулировать людей более активно вкладываться, и здесь, ну, вопросов очень много, вопрос распределения ответственности, результаты там прочего, но посыл вот такой тоже есть, и мы видим, что на самом деле по индустриальным паркам и по существующим, и по многим формам взаимодействия с бизнесом, конечно, ключевой вопрос – это организация сбыта. Если есть сбыт, можно что сделать, если эта продукция никому не нужна, то тогда и бизнес, соответственно, очень слабо развивается. И следующий момент, и, конечно, это и предложение прозвучало по структурным изменениям, это и создание постоянной действующей комиссии в Министерстве экономики, которая занималась бы индустриальными парками, да, тут много тоже у нас было споров, чем она отличается от комиссии по аккредитации и так далее, но и здесь идея была именно в том, что практически как спецназ, да, то есть выезжают в район, там работают определенное время, потому что, ну, такая команда стартапа, там, раскрутили, довели до определенного уровня, научили людей, там, оставили, поехали дальше. Ну, и, соответственно, предложение было о назначении специально выделенного направления людей, которые занимаются только индустриальными парками и только промышленными площадками с персональной, соответственно, ответственностью и иной выделенным функционалом. Дальше, по источникам финансирования, ну, здесь как-то все очень просто у нас решилось, посмотрели, там, реально денег нет ни у кого, кроме республиканского бюджета, в муниципалитетах денег на эту функцию нет, поэтому здесь самый короткий ответ, ну, и чтобы как-то разбавить, ну, инвесторы тоже чего-то там должны сделать, что именно пока непонятно, но взносы их тоже в качестве источника финансирования видятся. Критерии отбора по ОПЗ, механизм видится, это аккредитация, значит, важное предложение прозвучало, что туда не надо включать те образования, которые сейчас находятся на территории особой экономической зоны или ТАСЭРа, то есть их исключить из вот этих мер поддержки, хотя тоже были разные мнения, там, это не единогласные суждения. Соответственно, по обязательствам по ОПЗ однозначно закреплять за главными муниципальных районами, да, ну, и, собственно, в предложенном проекте так и предлагалось. И еще один важный момент, это соответствие приоритетам района, да, потому что профиль резидентов может быть различным, несомненно, важно, чтобы при определении и наделении статуса особой производственной зоны и резидентов впоследствии, это следующий там вопрос, важно, чтобы профиль там соблюдался, ну, чтобы концепция общая выдерживалась, потому что в ряде случаев нет смысла освобождать от налогов, потому что это, ну, попадающий налогом явно приходит, там, скажем, иметь какие-то иные негативные факторы, ну, например, там, переработка отходов, как, например, было коллегам предложено. И последний вопрос, седьмой, который касался критерий отбора резидентов, здесь, соответственно, консультировано мнение, что и новые и существующие, но при этом существующие резиденты должны заключить соглашение, в котором будут зафиксированы их обязательства относительно, ну, возможно, сохранения рабочих мест, да, не ухудшения показателей, да, ну, может быть, роста, там, дополнения, мнения тоже разные. Но и было предложение старой инвестиции в отношении существующих резидентов все равно в эти соглашения включать и зачитывать, да, потому что получается, что бизнес, тот, кто зашел раньше, до того, как мы, ну, дотолкали эту тему, скажем, они могут пройти мимо мер поддержки, да, ну, это, в общем, такой дестимулирующий фактор для тех инвесторов, которые, может быть, идут более быстрыми темпами и не ждут там поддержки. Значит, второй важный прозвучал посыл, что вот в критерии для резидентов важно, чтобы было зафиксировано фиксация резидента, то есть отсутствие возможности его переезда после того, как льготы будут закончены. Механизм этот непонятен, мы не пришли к итоговому мнению, как это сделать, да, но вот важный фактор, чтобы это не было исключительно мерой налоговой оптимизации. Там переехал, там, потом дальше вещи собрал, въехал в какой-то иной режим. И следующий момент, что критерии все-таки вот для определения резидентов, они должны быть, наверное, индивидуальными, как по районам, ну, может быть, по категориям районов, да, потому что есть крупные, более или менее, там, города, есть сельское место, внутри муниципального района, явно ситуация, ну, не одинаковая, да, и размер поселения может серьезно отличаться, и деловая активность не поменяться. Поэтому, наверное, критерии надо задавать индивидуально. И второй момент, конечно, надо учитывать виды деятельности, которыми занимаются именно резиденты, понимая экономику того иного бизнеса. где-то, наверное, надо, там, до 0 снижать, а в каких-то случаях, может быть, ну, какие-то преференции обозначать, но не делать их абсолютными. И это же касается всех мероподдержки, не только налоговых, но и, например, по энергоэффективности, по субсидированию затрат по электроснабжению до уэна, да, поскольку, ну, есть разница, какой объем потребления, там, какие эффекты это приносит, насколько это интересный район. Поэтому вот таким выводом мы пришли, и мы с коллегами тоже договорились, что времени, на самом деле, было довольно мало, и я попросил коллег, конечно, к вам с такой просьбой, обращаясь, нам надо технически как-то подумать, организовать, что вот если у коллега еще какие-то мысли возникнут, чтобы у нас была возможность, ну, сейчас процесс, мне кажется, запустился, там, в размышлении, да, он на этом не останавливается, чтобы можно было по какому-то единому адресу, там, свои дополнения, какие-то, может быть, мысли, там, и так далее, сбросить. И была просьба от коллег, чтобы мы результаты тоже, ну, на одном образом доверили. Спасибо большое. Спасибо большое.